Вот мы и в Брюсселе. Опять занесло у нас далеко. В принципе, не так далеко, по сравнению с Таджикистаном, да, Славик? Значительно ближе, да. Да, через две недели мы будем уже в Китае на охотнании, потом в Пекине. Расскажите про наши приключения с обменом валют. Ой, я никогда не думал, что это будет так тяжело. В центре Европы, в сердце Европы обменять гривны, да, какие гривны, что я говорю, доллары на евро. Это говорит о том, что самая сложность находа, нахождения, обменника говорит о том, что насколько тут жесткий контроль над всеми валютами. Мы еле-еле нашли в туристическом центре, то есть столица, где мы сейчас прогуливаемся, Grand Play, так называемое, место для обмена валют, да, очень тяжело оказалось. Ну, смотри, какой шоколадный. Это, честно говоря, самое прикольное во всем, во всей Бельгии, с точки зрения кухни, что меня прежде всего интересует, кухня, это, естественно, шоколад. А так я бы не сказал, что здесь какие-то особые, особые, изысканные блюда и так далее. По-моему, кухня мультикультурная, очень напоминает украинцев, которая пыталась себе разные исторические события, если я бы где-то понимал. С точки зрения политики, мы как раз прежде всего тогда, когда заканчивается предубранная неделя, и в воскресенье здесь будут выборы, местные выборы. Мы уже тут собирали разные рекламные плакеты, папа-плакаты для будущего, и уже будем разбираться о том, как правильно делать красивую политическую рекламу. Но в целом Бельгия приятная. Приятная для отдыха и для расслабления, для общения и поддержания связи с другими, но никак не для постоянной жизни для нас. Для них, европейцев, да, но не для нас. Нам очень тяжело было бы избежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА